Танки бывают разными – тяжелыми, артиллерии, средними, легкими. Но самое главное – бесплатными, в культовой игре завоеваши миллионную аудиторию по всему миру – World of Tanks. Только здесь тебя ждут сотни единиц бронетехники, а с 23 сентября по 7 октября в игре проходит совершенно безумный ивент – большие гонки. Спеши принять в нем участие – это невероятно драйвово. Регистрируйся по ссылке в описании и получай 400 тысяч кредитов, неделю премиум аккаунта и бодрый ремонтант Т2ЛТ. А сегодня друзья мои хотим вас порадовать очередным эксклюзивом на нашем канале, в этот раз будем испытывать новейший электрический скутер на гусеничном ходу. И кстати вы заметили, между прочим у нас на глазах происходит смена эпох, погнали! Привет, с вами Реви Машинс, ваш привычный голос за кадром и сегодня мы раздобыли для вас очередной очень необычный и интересный экземпляр. Согласитесь, гусеничный скутер само по себе явление мягко говоря весьма редкое, в нашем же случае это еще и электричка. Заинтригованная? Поверьте, мы заинтригованы не меньше, так что заварите чайку, устраивайтесь поудобнее и давайте разбираться что здесь к чему. Эти кадры мы сняли уже в завершении съемок после всех замесов, так что не обращаем внимания на внешний вид. Просто чтобы вы понимали, что сейчас на ваших экранах изначальная версия этой техники, донор так сказать. Это довольно популярный электроскутер Сити Кока, который с помощью разработки ижевской компании Электросам трансформируется вот в такого красавца. Причем одним лишь гусеничным модулем здесь дело не обходится. Модернизация тотальная, по сути от донора остается только рама до кое-какие элементы обвеса, а на выходе имеем совершенно другую технику. Спасибо огромное ребятам, что привезли нам на тест такой интересный аппарат и давайте рассмотрим более детально, каким же образом они раскачали городского мажора Сити Кока, превратив его в эту лесную бестию. Итак, в основе двухместной Сити Кока, с мотор-колесом на 2 кВт, в комплекте с литий-ионной батарейкой на 20 Ач. Вместо штатного мотор-колеса установлен специально разработанный гусеничный модуль, с мотором номинальной мощностью 2 кВт и максимальный на 4. Внутри цепной привод от мотора идет на ведущую звезду, закрепленную на ролике с гусеницей, а ширина самой гусеницы – 220 мм. Помимо штатной батареи на 20 Ач установлен еще один литий-полимерный аккумулятор на 22 Ач, для этого в раме предусмотрен специальный дополнительный отсек. Батарея легко снимается для подзарядки, впрочем можно заряжать и не снимая. Штатный же аккумулятор находится во втором отсеке в днище рамы. Напряжение сети 60 вольт, а вместо штатного установлен другой контроллер Келли, который позволяет снять максимальную отдачу с мотора. В результате крутящий момент на ведущей звезде достигает 164 Нм, как это выражается на практике мы еще увидим. Что важно, здесь реализован задний ход, а также электротормоз с плавным нарастанием тормозного усилия. Между модулем и рамой штатный амортизатор заменен на более продвинутый гидравлический с выносным резервуаром. Плюс еще есть дополнительный амортизатор на самом модуле. Спереди используется штатная подвеска в виде перьев, а сама конструкция вилки доукомплектована специальным удлинителем, в результате вместе с модулем значительно увеличивается клиренс по сравнению со штатным вариантом. Ну и конечно же теперь подвеска заиграла совершенно по-другому, что особо важно для движения по пересеченке. Остается добавить, что штатные пластиковые крылья заменены на металлические, выдерживающие суровый оффроуд и возможные падения. Проведена гидроизоляция всех боксов с электрооборудованием. Все элементы управления газ, тормоз, сигналы фара остаются штатными. Единственное, что хотелось бы – более информативную приборку. Сама фара светит достойно, но из информации здесь только уровень заряда и многообещающая надпись «Электрик Харлей». По теоретической части это наверное все, пора переходить к практике. Но прежде всего наш эксклюзивный традиционный тюнинг от ревью машинс, как-никак прибавка плюс 10 ко всем основным спекам. Ну а теперь пора пробовать, сгораю от нетерпения, приступим. Ну и собственно вот мои самые первые впечатления, записанные прямо с места событий. Так, ну что попробуем чуть-чуть притопить тапочку. Ооооо, какой он быстрый, какой он резкий ребята. Вот именно за эти ощущения друзья мои я люблю электротранспорт, электричка это просто чума. Что ж впечатлений действительно масса, хочется поделиться ими с вами, а заодно немного отдышаться, так что возвращаю гусеничную бестию нашему райдеру. На самом деле первое что впечатляет это неимоверный подрыв с места. Крутящий момент просто конский. Да и гусянка обеспечивает еще более уверенный старт, буквально выстреливая вперед, там где колесо сорвалось бы в пробуксовку. От чопорного вальяжного сити кока здесь конечно не остается ни следа. Теперь аппарат гораздо больше напоминает нечто спортивное а-ля питбайк или скорее сноупайк. Когда первые эмоции немного поутихнут, начинаешь замечать и другие нюансы. Достойно себя показывает подвесочка, спереди неплохо отрабатывают штатные перья, сзади отлично справляется новый амортизатор, в итоге по грунтовке колесить одно удовольствие. А вот к управлению надо привыкать, оно здесь гораздо больше похоже на снегоходное, когда маневрируешь больше корпусом, а не рулем, впрочем необходимый навык достаточно быстро приходит на интуитивном уровне. Также выясняется, что конструкции заложено ограничение по максимальной скорости в 30 км в час. Из соображений, что гусеница больше подходит для покаток по пересеченке и больше 30 не особо то и нужно, так что байк мгновенно выстреливает до тридцатки, а дальше уже ровно катит, упираясь в ограничитель. Но честно говоря, зверь получился весьма кайфовый, так что на ровном грунте хочется притопить и побольше. Поэтому разработчики поделились, что на подходе уже и другая версия, где максимальная скорость будет 45 км в час. С другой стороны ровный грунт это одно, но подвеска позволяет прохватить даже по довольно ухабистому полю, а здесь в траве легко можно не заметить какую-нибудь неприятную рытвину, на которой можно и потерять управление. Так что возможно ограничение в 30 км в час – весьма разумно. О чем еще нужно сказать? Очень понравилось то, что по щелчку кнопки включается задний ход. Управляться с довольно большим байком становится гораздо удобнее. Кстати, мощности тяги с головой хватает даже чтобы ездить вдвоем, кажется что скутер практически не замечает возросшей нагрузки. Друзья, между прочим название для этой разработки все еще окончательно не выбрано, но согласитесь, сити коко уже не подходит, так как это уже далеко не сити и совсем не коко, может предложите свои варианты в комментариях. Покатавшись вдоволь по полям нас невыносимо потянуло на оффроуд. Это же все-таки гусянка и не засунуть ее в грязь было бы неправильно. Но перед этим хочется вам показать особенности трансформации нашего скутера. Во-первых, совершенно все модификации абсолютно обратимы, то есть в любой момент можно вернуться к первоначальному виду и обратно. Процедура трансформации довольно проста – гусеничный модуль снимается и вместо него возвращается штатное мотор-колесо. Спереди с вилки снимаются удлинители, подключается вся электрика и в принципе все. Так что вдоволь накатавшись на гусянке можно вернуть все вот к такому городскому виду. Только теперь спаренная батарея и новый контроллер обеспечивают совершенно другую динамику для колесного варианта. В этом виде максимальная скорость достигает 60 км в час и запас хода на одном заряде также примерно 60 км. И еще кое-что очень интересное – комплект модификации включает в себя также и зимний вариант. Для этого с помощью вот таких вот проставок вместо колеса спереди ставится лыжа. При этом опять же для амортизации используются штатные перья и работает это все вот таким вот образом. И надо отметить, есть неопродолимое желание опробовать его по снегу. Что ж, мы тем временем двигаемся дальше в лес в поисках грязи. Для этого переодеваемся в соответствующее снаряжение. Кстати огромное спасибо компании Финтрейл за то, что снабжают нас шикарной экипировкой для внедорожных приключений. Ну и пока мы ищем грязь, а заодно пытаемся разбавить хмурую осеннюю картинку яркими красками, хочу с вами обсудить новость, которая появилась совсем недавно. Как я сказал в самом начале ролика, буквально на наших с вами глазах происходит смена эпох технического развития нашей цивилизации. Концерн Daimler Chrysler объявили о том, что они прекращают работу над развитием моторов ДВС и полностью переключаются на разработку электрических машин. И пусть это пока первая ласточка, но похоже пути обратно нет и довольно скоро электрическая техника и средства транспорта вытеснит устаревшие технологии ДВС. Вопрос только как скоро это произойдет, что думаете, друзья? А между тем мы все-таки нашли немного грязи и с энтузиазмом заныриваем прямо в колею. Что ж, гусеница тащит, это очевидно. Пятно контакта несравнимо больше любого колеса, так что даже без ведущего передка наш скутер ползает в грязи, как маленький двухколесный танчик. А между прочим мы еще хотим спереди поставить сюда ведущее мотор колесо на злой резине и посмотреть, что из этого получится. А вам интересно? Отмечайтесь в комментариях! Пока наш скутер принимает грязевые ванны у нас остается еще пара важных вопросов. Во-первых, всем наверно интересно каков здесь запас хода на одной зарядке. Надо понимать, что с гусеницы накат значительно меньше, чем на колесах. Если в колесной версии в текущем конфиге запас хода достигает 60 км, то с гусеницей это примерно 30-35 км. Но надо отметить, что есть возможность установить еще более мощные батареи, чтобы увеличивать запас хода. Теперь наша традиционная рубрика – разговор о ценах. Если мы рассматриваем полный комплект, который включает в себя сам электроскутер ситикока, а также гусеничный модуль, лыжный комплект и дополнительный полимерный аккумулятор, то общая стоимость такого набора составит 205 тысяч рублей. Но можно покупать все эти компоненты по отдельности. Все цены есть на сайте, ссылка будет в описании. Что ж, на этом наш ролик подходит к концу, но прощаться по традиции не будем, увидимся прямо сейчас в комментариях, как всегда жду ваших мнений о технике. Спасибо, что прокатились с нами сегодня друзья, подписывайтесь на канал и включайте кнопку колокольчика, если вы хотите всегда узнавать о наших новых роликах. Оставайтесь с нами, впереди много интересного, до встречи!